Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. Херидей Майкл Фредерик. Майкл Холидей прожил короткую, но насыщенную жизнь лондонского художника-любителя всего 47 лет, написав очень мало картин. Но тем не менее он все-таки достоин упоминания в ряду других последователей движения прерафаэлитов. Я цитирую те данные, которые нашел в интернете, переводную википедию. Родился 18 мая 1922 года в графстве Сурреи в семье морского капитана королевского флота Майкла Холидея и Джейн Хестер Слэг. Отец Майкла родился в России, в Санкт-Петербурге в 1965 году, что приятно, конечно, и некоторое время служил в русском флоте. А его дед Уильям Холидей практиковал врачом по борьбе с Оспой в Российской империи. Когда сыну было 7 лет, отец умер. Это было в 1829 году. Майкл Холидей, художник-любитель и получивший профессиональное образование, был учеником и другом Джона Эверста Миллиса. И работал в одной студии с Уильямом Холманом Хантом. В 1839 году и до своей смерти он работал клерком в парламентском офисе в Палате Лордов. Холидей очень поздно проявил свой интерес к живописи. Впервые он выставил свой пейзаж в Мэль-Шабот с дороги в Капель-Кюрик в Королевской академии в 1853 году. Две батальные сцены из Крымской войны. Холидей продолжал писать и выставлять свои картины в Королевской академии до 1866 года. Свою лучшую картину «Примерка обручального кольца» он показал на выставке в 1856 году. В 1959 году Холидей был избран членом Хогарт-клуба, клубов которому принадлежали многие из наиболее продвинутых молодых художников и архитекторов того времени. Поездка художника в Алжир была не первой его поездкой за границей. В январе 1856 года Холидей, возвращаясь из Крыма, встретился в пера в Константинополе с Холманом Хантом, который возвращался из Святой Земли. Они вместе вернулись в Париж, затем в Лондон. Позже они вместе жили в домах и студии в письмах к Уильяму Беллу Скотту. Уильям Майкл Рассетти описал посещение дома, где жили Хант, Мартины и Холидей. Рассетти писал, что к нему, к Ханту, просенились Холидей и Мартины, о которых, увы, возможно, слышали или, может, видели. Последний художник, первый нечто среднее между художником и любителем. Оба занимаются прерафалитизмом и оба смотрят на Ханта с искренним почтением и любовью. Холидей искал стандартные востоковеческие темы. Его работы изображают местные жители в экзотических костюмах с интересными аксессуарами. Исследовал перспективы и экспериментировал с цветовыми контрастами. Возможно, путешествие Холидея было предпринято в основном по медицинским причинам. Потому что английские художники часто ездили в Алжир из-за более теплого климата, чтобы спастись от суровых английских зим, которые считались вредными для здоровья. Ну вот, все, что мне удалось найти о художнике Майкле Фредерике Холидеи. Художник, который достоин упоминания в ряду других последователей движения прерафаэлита. Смотрим работы. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok